Поэтому они не уничтожали трейлер. Они считали, что защищают свою территорию. Я не знаю, что там. Все зашифровано. Разберемся. Главное сейчас, пока. Не передавайте мне флешку. Почему? Ваш телефон слушали. Поэтому, что делать с флешкой, я вам потом скажу. А сейчас дайте мне все, что угодно. Зажигалку, спичку, клочок бумаги. Что у вас там в сумочке? Не спеша, спокойно, просто дайте что-то мне. Есть контакт. И не нужно к ней даже в гости ходить. Хату переворачивать. А господин полковник наверняка с нами поделится. Приготовились. Только не нужно хвататься за пистолеты. Все равно у нас больше пистолетов. Садитесь в машину. Прошу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты не имел права оттуда уходить. Ты хоть понимаешь своей башкой, что... Хватит на меня наезжать. Дед сказал не вмешиваться. Да. Он так вчера и сказал, что лучше бы преступники не знали, у кого информация... Да вот они и не знают. А нам нужно спокойно сесть и разобраться. И понять, что это за х**, а не валать друг на друга. Я не зря вчера целый день торчал в парке с этой коробкой. И как, кстати? Никак. Никто ничего не дал. Ну, придется операцию проводить за свой счет. Какую? Мы с убийством Толокаева топчемся на месте. Господи, о чем вы говорите? В операции, которую нам доверило министерство. И из-за которой дед хладнокровно подставился, рассчитывая на своих хладнокровных сотрудников. Кстати, о сотрудниках. Где София? Об этом имени можешь забыть на ближайшие три дня. У нее чемпионат страны. По стрельбе лежа. Сколько всего она умеет делать лежа. Ладно, вернемся к убийству. Неделю назад подвели итоги. Тендер выиграл банк Толокаева. Через него будут идти все госзакупки. А это миллиардные суммы в долларах. А три дня назад его убили. Кстати, а кто участвовал еще в конкурсе? Из серьезных конкурентов аж один. Банковский холдинг Перпетум. Президент некий жиляк Семен Яковлевич. Если в банке Толокаева начнется бардак, все госзакупки пойдут через него. Рома, что скажешь? Я скажу, что пока вы занимаетесь здесь ***, и с деда эту поганую флешку ногами выбивает. Смотрите, вот этот самый момент. Я надеюсь, вы не будете возражать, что получили от вдовы флешку? Да я вам доверяю. Еще раз говорю, ну не помню я. Ой, голова болит страшно. Я помню, я вышел из конторы. Потом очнулся здесь. Все. Ваше здоровье. За свое я спокоен. А вот ваше очень может пошатнуться. Если вот эти ребята начнут уговаривать вас вернуть флешку, вряд ли вам удастся долго возражать. Из-за этих ваших ребят все проблемы. Ну что за дурацкие манеры лупить гостей по башке? Сами виноваты. И так. Ну говорю же, не помню я. Поищите в одежде. Может я куда-то там спрятал в одежде. Пока вы спали, проверили каждый шов. Флешки нет. Вы же не в задницу ее засунули? Ладно, отдыхайте пока. Будем надеяться, склероз пройдет. Территория у нас большая. Только без глупостей. Глупостей мы не любим. Да-да. Я уже догадался. Ну ты и наложил кучу. Гоблин, б***ь. Как только старая развалина вздумала вчера бежать, нужно было догнать пешком, взять за шкирки, а не звездошить ручкой-беретой по затылку. Рэмбо, б***ь. И что, вот это вот вся территория? Ха, говорили, большая. Вы не скажете, как пройти в библиотеку? Понятно. Молодежь не читающая. О! Что скажете, профессор? Вы мне льстите. Я всего-навсего кандидат психологических наук. Странно. А блаблогер ведь, как академик. Ну так. Похоже, что у него действительно амнезия. Частичная потеря памяти. Повод классический. Черепно-мозговая травма. Похоже, это значит, может, вред? Не думаю. Вряд ли. Пожилой человек. Когда его ударили, в смысле, он ударился головой, некоторые контакты замкнуло. Если бы травма была серьезной, он бы не смог назвать своего имени. А такие нарушения, они восстанавливаются. Когда? Я буду с ним работать лет два, три, пять. И он все вспомнит. Да, нарвались мы на ровном месте. Жить он будет на втором этаже, в комнате. У вас будет ключ. Приходите в любое время. Договорились. Анастасия, простите, как у вас получится? Знаешь, ты так плохо выгляжу? Да нет. Наоборот. Анастасия, вспомните, пожалуйста, может, ваш муж вам хоть что-то говорил? Что это за информация? Нет. Просто отдал флешку. Сказал, если что-нибудь случится, чтобы я отдала ее Диденко. Пусть у него лежит. Не понимаю. Где банкир Талакаев и где Диденко? Почему Диденко? В конце девяностых Степан Иванович спас Сашу от тюрьмы и от позора. Нас хотели отжать бизнес. Для этого убили конкурента его жену и все это пытались повесить на Сашу. А Диденко не дал. Он тогда был следователем. Раскрутил дело. Нашел настоящих убийц. А такое, знаете, не забывается. Узнаю Степана Ивановича. Да. После этого они не терялись. Саша даже его вторым отцом считал. Постоянно хотел отблагодарить, но... Но не нашел отклика. Да. Узнаю Степана Ивановича два. Диденко рассказал вам, как себя вести? Нет. Не узнаю, Степан Иванович. В общем, не выходите из дому в темное время суток и передайте это вашему сыну. Не отвечайте на звонки с неизвестных номеров. И никому не говорите, когда и куда идете. Вячеслав, у вас как по отчеству? Я что, так плохо выгляжу? Слава, да кому я нужна? А после смерти Саши я сама себе не нужна. Ну что? Помогла? Пока не очень. Наверное, деду все-таки помогало не кресло, а его опыт. Пока единственная идея это устроиться на работу в банк под оригинальным названием Толкаев банк и рыть там фактаж. Ну, ты не можешь просто так с улицы прийти в банк и устроиться. Вот. А вопрос решить неком. В том-то и дело. Наверняка Анастасия Толкаева может помочь с этим вопросом. устроить банк, например, браться своей подруги. А говоришь, кресло не помогает. Ну-ка, быстро звони. Давай. Звоню. Абонент временно недоступен. Телефон недоступен. Ладно, завтра свяжемся. Телефилькина грамма это с флешки. Я уже через все программы прогнал. Не расшифровывается нифига. Странно, странно. Странно. Толкаев же разведчик. Зачем ему это? Ну, чтобы никто не догадался. Вот мы и не догадались. А где Артем? К Водове уехал. Телефон у нее отключен. Правильно. Это я ей запретил брать телефон из знакомых номеров. Итем? Да, Тим. Когда? Когда? Экспертиза скажет. А нашли ее минут 40 назад. Даже скорая не успела приехать. Меня в отделе свои люди сразу сообщили. Кто нашел? Неизвестно. Господа, вы хоть понимаете, что ее не здесь пристрелили? Крови же нет. И это не ограбление. Посмотрите на ее кольцо. Оно уже стоит безумных денег. Что вы в протоколе писать будете? Грабитель слепой? Пошли отсюда. Полковника Диденко не хватает на ваши действия. Ребята. Ребята. Ребята в школе. Ты чего вылез? Иди действуй свои действия. Старший лейтенант Кулешов. А полковник Диденко, он с вами работал? А почему работал? Работает. Серьезно? Я думал, он давно уже... Что? Нам просто в академии про него рассказывали. Настоящая легенда. Я смотрю, лейтенант недавно в стае не успел отморозиться. Да, я только два месяца после академии. И вот я нить совсем потерял. Мы сегодня приехали, тут уже какие-то мордатые стоят. Моему майору протокол диктуют. И что надиктовали? Ну, вы слышали? Ограбление. Какое ограбление? Приняй телефон за тысячу долларов. Хорошо. Лейтенант, оставь-ка свой телефончик, а я тебе свое оставлю. У нас таких мало осталось. Нужно пачковаться. А я тебе фоточку сразу сброшу. Чью? Ну, вот этих мордатых. Я их щелкнул незаметно. Не люблю, когда протоколы диктуют. Далеко пойдешь, лейтенант. Давай номер. И подожди. Кулешов обещанную фотку прислал. Тех, кто протоколы диктует? Ага. Знакомые все лица. Жиляк Семен Яковлевич. Президент банка Перпетум. Главный конкурент убитого Толокаева. Да. А Славик говорит, что мы на месте топчемся. Почему? Что, к чемуся? Едем? Сейчас внимательно следите за часами. Ваша правая рука теплая и тяжелая. Ваша левая рука теплая и тяжелая. Вы медленно погружаетесь в состояние покоя. Так послушайте, ну какой покой? Когда меня по частям взвешиваете, а потом температуру меряете. а вот вчера я водки выпил и кое-что вспомнил. Да? И что же? Как мы пацанами на пруду купались и утопленника нашли. Нет, Степанович, нас интересует совершенно другой отрезок времени. Тогда вы вышли из своего офиса и у вас была встреча. Помните? Ну, ну вот как вышел, помню. А дальше большое черное пятно. Отлично. Отлично. Это как раз по моей новой методике. Все, что вы забыли, это одно большое черное пятно. Представьте, что вы взяли в руку тряпку и медленно, медленно его протирать, и вместо пятна появляются воспоминания. Семь, семь, восемь, восемь, тридцать-один, тридцать-два. Восемьдесят четыре. Подъем. Ну, зачем ты мешаешь? Я на такой рекорд шел. Что? Тридцать-два. Ты сейчас пойдешь еще дальше. Что? Вот это лежало у меня на столе. А, это? Как это твои аксивы для банка? Тема, ну, ты же знаешь, у меня есть кредо. У своего папы-генерала никогда ничего не просеяли. Но иногда слово кредо я меняю на слово «надо». Я попросил, папа сделал. Что написано в графе специалистов? А, слушай, ну, мой папа очень занятой человек. Я ему объяснял, 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 но недообъяснил. А что плохого? Ну, был бы ты, не знаю, бухгалтером или банкиром, спалился бы, ты же на нуле. А так сольешься с народом. Дверь закройте! Громко. А у меня громче. Да вы что, вообще с ума сошли? Что? Вы не могли бы гудеть своей гуделкой в нерабочее время? Тут люди, вообще-то, совещаются. Ну, конечно же, нет. В нерабочее время здесь нет вас. И кому же я выскажу свое восхищение. Перед кем? Перед вами. У вас очень, очень вкусный кофе. Спасибо. Вы извините, что я на вас накричала. Да ладно. У нас просто все нервные такие ходят. А по поводу? Ну, вы же знаете, все очень любили Александра Викторовича. Ах, да. Да, жуткая история. Да, теперь без него все разваливается. Вон, сидят, совещаются с утра до вечера. Честно говоря, у него, наверное, было много врагов. Не знаю, насчет врагов. А конкурентов точно было много. Сейчас это одно и то же. Елена Ивановна, мы на обед. Вы с нами? Пожалуй, да. К перекуру мне нужно быстренько прибрать. Прибрать? Я профессионал. Помогу. Не волнуйся, я все умирал. Спасибо. Так, держи. Все остальное возьму. Не сейчас. Я догоню. Хорошо. Ну, собственно, вот и все, любовь. Спасибо вам большое. Вы мне очень помогли. А что вы делаете сегодня вечером? Ого! А что, есть предложение? Ну, я просто живу одна и... Нежданчик. Такие перспективы и так не вовремя. А когда они вернутся? Минут пять. Ну, я же говорю, можно сегодня вечером. Я сегодня вечером... Извини, я сегодня вечером занят. У меня мама приезжает. отлично. Отлично. Погнали. Да я им каждый час звоню. Ответ один. Отсрочить оплату невозможно. Первый транш по госзакупкам нужен уйти по графику. Послезавтра? Тогда считайте, что банка нет. Официальное расследование по Толокаеву зашло в сюр. Оперативная сводка. Сына Толокаева час назад задержали. Это Антона? А повод? Только крепче держись. Заказное убийство отца и матери. Чего-чего? Типа свидетели даже есть. И киллера подсуетили. Повели его на следственный эксперимент, а он типа сбежал. Понятно. Вечная память. Но показания оформлены надлежащим образом. Короче, весь этот театр надо полить и как можно скорее. Оставайся в лавке, а я съезжу пообщаясь. Давай. Степан Иванович, так вы не забудьте, через час встречаемся. Что с вами? Ничего. Не уверен. Лава закружилась. А кто это сейчас вот на машине подъехал? Представляете, я не только не знаю, а еще и категорически не хочу знать. До встречи. Панкрат, я влез в огромный кредит под всю эту байду. Ты попросил базу, я снял тебе усадьбу. Я плачу твоим людям по тарифам ФБР. Каждый день стоит сумма четырьмя нулями. И что? Ну, вы же сами видели. Работали четко, как часы. Кто мог знать, что у старой развалины перемкнет башню? Да вас разводят, как курей на продажу. Вряд ли. Специалист считает. Короче, специалист. Благая весть, у нас нарисовался дедлайн. Есть два дня. Дайте хотя бы три. Ты не понял. Не я даю, а жизнь. Если флешки не будет послезавтра утром, то, как говорят в парламенте, все. Все пропало. А что касается тебя, то ты получишь зеро. И территорию будешь убирать за свой счет. Включая господина Диденко. Тем более, что это в твоих интересах. Что у вас там происходит в системе? Это не мы. Такое ощущение, что моего майора Киреева за ниточки дергает. Да он же не кукла, а старший следователь по особо важным делам. Что за хрень с сыном Талакаева? Откуда вообще взялся этот киллер дутый? Вы там чем занимаетесь? Жиляк приезжал. С ним два полковника. Целый час о чем-то с майором общались. Привезли готовые протоколы. Типа мы этого киллера допрашиваем. А мы этого киллера в глаза не видели. Ром, я не могу так больше. Все, я не хочу. Давай, я лучше у вас буду работать. Дорогой дедушка, забери меня отсюда. Нет, Витя, во всем этом дерьме должен находиться хотя бы один нормальный человек и давать информацию. Тогда даю информацию. Завтра сын Талакаева чистосердечно во всем признается. Да ладно. Ты ясновидящий, что ли? Жиляк привез в готовый протокол допроса. Я тебе копию снял. Ну, Степан Иванович, как наши дела? Вашими молитвами. Убираю пятно. Воображаемой тряпкой стер уже половину мозгов. Ну, отлично, отлично. А теперь давайте попытаемся разобраться, что у нас осталось во второй половине. секунду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Невозможно работать. Меня срочно вызывают. Ну, так в чем дело? Идите. Я же сюда никуда не денусь. А, ну да, да. Только, только я вас прошу, вы не забывайте, продолжайте все время стирать пятно. А я скоро вернусь, и мы продолжим. Да. Продолжим. Да, да. Продолжим. Забыл телефон? А? А вы продолжайте стирать пятно. Не понял. Привет. Здоров. Чего? Да фигня какая-то. СМС-ка с незнакомого номера пришла, а текста нет вообще. Не густо. Ладно, теперь слушай, как выглядит настоящая новость. Волшебное ухо сообщило, что в банке все выплаты свыше 50 штук баксов требуют ввода кодов. Перед смертью Толкаев сменил коды. И где они? Вопрос к нему в могилу. На данный момент банк может заплатить за газ, за свет, за пирожки. А вот по крупным вкладчикам все бабло зависло, включая госзакупки. Грязет катастрофа. Блин. Как же я сразу не догадался. Ха! Нет никакого шифра. То есть? Сначала идет код банка. Потом номер счета. А потом шестизначный код, который нужно ввести при оплате. Простая и понятная арифметика. Все гениальное, как всегда, просто. Теперь же понятно, зачем жилеку флешка. Но только непонятно, как он собирается банк загробастать. А все претенденты на наследство выведены из игры. А потом все, что плохо лежит, можно хорошо взять. Схему спрошу у него. Я лучше у него спрошу, где дед. Мы как раз завтра утром собираемся с ним пообщаться. Каким образом? У нас на жилека ничего нет. А по закону вы не можете. А он может? Поэтому уравниваем возможности. Слово «закон» забываем. Лейтенант Кулешов нам в этом поможет. С Кулешов сегодня связался? Да, он все подтвердил, пищит от восторга. Сказал, что жилек знает его как следователя, так что явится на встречу без всяких подозрений. Подождим. Подождим. Да, Славик. Ты уверен? Да, окей. Возвращаемся. Что за пожары? Ребята, я тупой. Новости. Это все? Нет. У меня есть два телефона. Один для всех, второй, тот, который знаете только вы. София и дед. Так вот, смска, которая вчера мне пришла, эта странная, пришла на второй телефон, которого никто не знает. Я опять ему с этой смской, Славик. Если это не вы или София отправляли, значит, это дед прорезался. Или кто-то ошибся номером. Кто? Я пробил номер. Он принадлежит известному психиатру, Одинцову. Судя по геолокации, находится в какой-то усадьбе. Возле какой-то Касьяновки. Он находился. Вчера. А сегодня? Судя по базам оператора, он уже безвылазно три дня там находится. Ребят, что гадать? Надо срочно ехать и разбираться. Судя по раскладу, дед действительно может быть там. Рома, я тебя понимаю, но давай не распыляться. Ладно. Давай сначала съездим к Желяку. Подождите. С Желяком тоже есть непонятка. Привет, садись вперед, будешь показывать дорогу к Желяку. Хорошо. Ребят, вы молодцы. Наконец-то рассчитаемся с этой гадиной. Да, однозначно. Пушку достал быстро. Значит, ты помочь хотел, да? А вот это, так называемая помощь, ну да, это же не в лесу, на месте преступления. Ты серьезно? Как эта фотография попала в аккаунт Кроманенко с надписями «Мы с шефом на даче, 2015 год»? Не будет своего толка. Валим его, да поехали. Нет, 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 послушайте, когда вашу контору подключили к расследованию, все задергались или решили слить вам дизу, навести на Желяка, но только не знали, как это сделать, а тут вы сами приехали. Хорошо. Куда ты сегодня собрался нас везти? Как договаривались, к Желяку. Только там засада. Ох, теперь быстро, внятно, кто оплачивает этот цирк? Кто заказчик? Я не знаю имени. Приезжал к майору какой-то парень, ну, они все перед ним на вытяжку, ну, а потом он, он отвалил, срочно должен был ехать в какую-то, сказал, в какую-то Касьяновку. Куда? В Касьяновку. Достаточно. Ну что, все пазлы сходят, Славий был прав. Что с ним делать? Да пусть живет, к сожалению. Поехали. Иди, я догоню, давай. Нужно поговорить. Ты что сделал? Майор, а ты действительно француз? Я наполовину француз. Ты что натворил? Ты в своем уме? Ну, если француз должен понимать, лягер ком лягер. Или мы трупы, или он. ну, Ну что, друзья, вот усадьба, а вот ее подробный план. Да как толку? Мы же все равно не знаем, где дед. Знаем. Есть координаты того телефона с точностью до пяти метров. Вот красная точка. Славик, ты, как всегда, молодец. Что по спецназу? Переучет, да? Да даже разговаривать не стали. Говорят, какая СМСка, какой психиатр. Отправили к психиатру за санкцией. Ладно, справимся сами. Тем более уже стемнело. Давайте экипироваться. Не понял, а я? А ты сегодня на шокере. Ладно, как скажете. А это что? Папа нам двадцатилетие подарил. Заботливый папашка. Но в таком случае слушайте сюда. Создаете шум, оттягиваете на себя охрану. А я каким-то образом под весь этот кардебалет постараюсь добраться до деда. Вопросы есть? Вопросов нет. Вообще-то есть. Два и оба риторических. Ну? Когда валить, как геройски не погибнуть. Папашке позвони. Процесс пошел. Там два каких-то долбака в секторе Б. Вы вдвоем туда. Продолжение следует... Продолжение следует... Товарищ полковник, что вы здесь делаете? Я шучу, давайте быстро за мной. Там Роман Мелешко нас прикроет. Нечести! Я позвал вас, чтобы срочно обсудить операцию. Да какую н*** операцию она сейчас накроет? Давайте за мной вас выведу. Я приказываю не выводить старших по званию. Молчайте слушать. Первое. Сейчас ты меня хорошенько врежешь. Давай. Что? Давай-давай. Ну, как ты умеешь. Давай. Все. Все! Они его утащили, пока мы там в саду! Черт знает, за кем гонялись! Вот именно. Пускай черт знает кого. Ни охраны, ни дисциплины. Я думал, у вас серьезная организация. Слушайте. А где вы были? По инструкции. В замкнутом пространстве. На улице стрельба. В моей комнате окна. Вы раненый? Ерунда. Выбегал из комнаты. Башкой зацепился. И знаете, помогло. Как раз цветет, готовь машину. Поедешь вместе со мной еще двое. Давай, готовься. Да, Павел Александрович, звонил. Мы уложились. Диденко вспомнил, где флешка. Головой треснулся и вспомнил. Ну, конечно, с вами не соскучишься. Взаимно. Ну, флешку вы без меня не найдете. Когда я почувствовал слежку, я ее в клумбу посадил. В чехле. Я-то знаю, где она. Ну, как вам объяснить? Хорошо. Садитесь в машину. Ну, предупреждаю. Одно лишнее движение, и вы труп. Не надо меня утешать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ждите нас в парке. Зачем вы приехали? Мы же договорились встретиться после. А где его взять это после? Уже восемь, а в десять мне нужно отдать информацию в банк. Иначе их хандрашка хватит. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, этот же бомж сидел здесь постоянно, ну, не знаю, вот, где-то вот, то ли в этой клумбе, ну, вряд ли, вряд ли, конечно. Вот, похоже на, на это. Такая же была и зелень, и клумба. Вот где-то, да, был камень. И, где-то здесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Я... Значит, сейчас. О! Ха! Вот она. Я ж говорил, х**, бы вы без меня справились. Стоять! Руки! Ну, вот и все. Пенита. Вы за это ответите. Это беззаконие. Не надо. У нас все по закону. Артем, объясни человеку его права. Вы имеете право на молчание. Но при этом я не гарантирую вашу сохранность. Вы имеете право на адвоката, но, поверьте, он вам не поможет. И все, что вы скажете, будет использовано против вас. А это я вам гарантирую. Все. Степан Иванович, вот, утром распечатал. А вот теперь самое интересное. Павел Александрович, вам привет от Антона. Тоже Александрович. Сегодня, кстати, его выпускают на свободу. А вы займете его место. Когда же ты уже сдохнешь? И вам удачного дня. От денег я отказался. Единственное, что у нас выстроилось с Толокаевым. Один-два раза в год он приглашал меня на семейные праздники. Сын Толокаева рос на моих глазах. Но у Толокаева был скелет в шкафу. Второй сын внебрачный. Знал я и, пожалуй, больше никто. Сыновья были фантастически похожи. Своё отцовство Толокаев признал. То есть, сам того не понимая, сделал второго сына полноценным наследником. И когда я увидел Павла в усадьбе, я сразу понял, что второй сын Каин. Феерическая история. Вы уж простите, если я вчера перестарался. Да ладно, не ты первым. Степан Иванович, а вот если бы вам перед похищением не дали по голове, на что бы вы амнезию свалили? Ну, как ты себе представляешь? Я побежал, охранника назвал козлом. Вы же опера, вы же должны это понимать. Особенно ты. Как тебя? В смысле? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ